Привет-привет, друзья! Вы смотрите канал OK English, с вами Елена Викторовна. Мы с вами изучаем английский словарь для начинающих. Сегодня у нас тема номер 29, в которой мы поговорим о животных, animals. Я понимаю, друзья мои, что это, скажем так, детская тема, что обычно эти материалы мы разбираем с детьми в первом, втором классе. Но мне кажется, что если эта тема детская, то она, естественно, популярная. И, естественно, в нашей речи мы очень часто говорим о животных. Давайте сегодня поговорим с вами об этом. Урок, думаю, будет не очень сложным, поэтому сильно не напрягайтесь. Главное, пройдите материал до конца. Сперва мы с вами поговорим о фермерских животных, о домашних животных. Farm animals – это именно те животные, которые разводят специально с целью получения от них чего-либо. Например, шерсти, мяса, молока и так далее. Самые популярные животные. Думаю, что вы, может быть, их знаете, но давайте все-таки разберем дополнительно. Horse – лошадь. Pig – свинья. Chicken – курица. Или hen – курица. Ship – овца. Cow – корова. Goat – коза. Что еще интересного? Интересно. Может быть, вы не знаете. У каждого из этих животных малыш называется как-то по-другому. Horse – это большая лошадь. Foul – жеребенок. То есть, маленькая лошадка. Cow – корова. Cough – теленок. Ship – овца. Lamb – ягненок. Pig – большая свинья. Piglet – поросенок. Goat – коза. Kid – козленок. Обратите внимание, что словом kid также очень часто называют и маленьких детей в английском языке. То есть, уже мы далеко ушли от изначального значения слова kid. Но изначально kid – это было именно козленок. Маленькая козочка. Chicken – больше используется в значении курятина, как еда. И все-таки hen – это больше животное. Курица. Не петух, заметьте, а курица. Chick – цыпленок. То есть, маленькая курочка. Также очень часто значение chick используется в переносном смысле, когда говорят о красивых девочках. Как мы говорим по-русски цыпочка, да? В английском языке используется значение chick. Ну, может быть, вам это будет интересно. Итак, теперь поговорим о том, что можно получить из этих животных. Можно получить волос – hair. Meat – мясо. Milk – молоко. Leather – кожу. Beef – говядину. Wool – шерсть. Lamb – мясо барана. Pork – свинина. Bacon – бекон. Ham – ветчина. Eggs – яйца. Goat skin – козлиная шкура. Особый вид кожи, да? И давайте поговорим теперь в таблице, да? О... Все это соберем, все наши данные в одну сборку. Horse – has a baby foal. And horse can produce hair and meat. Cow – the baby of it is calf. And cow can produce milk. Leather – meat. Meat of the cow is called beef. Now, sheep. Sheep's baby is lamb. Обратите внимание, последнее «б» не говорится. Lamb. And sheep can produce wool and meat of lamb. Pig. Pig's baby is piglet. And pig can produce meat. Pig's meat is called pork. You can find also variant bacon. And ham. Pork – это свинина в целом. Bacon и ham – это уже больше варианты обработанного мяса. Chicken or hen. Hand's baby is chick. And hen can produce eggs and meat, which is also called chicken. Goat. Goat's baby is kid. And goat can produce milk. Goat's skin and meat. Как видите, друзья, мы, несмотря на то, что это детская тема, все-таки здесь у нас использованы довольно-таки интересные связки, которые с детьми обычно мы, как правило, не проходим. Теперь поговорим о диких животных. Wild and zoo animals. Дикие животные и животные в зоопарке. Monkey – обезьяна. Elephant – слон. Tiger – тигр. Snake – змея. Lion – лев. Giraffe – жираф. Конечно, это не полный список, друзья, мы его нужно расширять обязательно, но каждая как база. Давайте еще раз повторим. Elephant. Monkey. Tiger. Giraffe. Snake. Lion. Теперь поговорим о домашних животных. Pets. Pets имеются в виду те домашние животные, которые содержатся в домах, в квартирах и являются вашими домашними питомцами. These animals are often pets. Вот вам примеры животных, которые очень часто могут быть домашними зверюшками. Fish. Рыбка. Рыбка. Кошечка. Rabbit. Кролик. Parrot. Попугай. Parrot is a bird. Попугай – это птица. Bird – птица. Dog. Собака. Tortoise. Черепаха. Еще раз наш список. Fish. Rabbit. Cat. Tortoise. Еще один вариант. Turtle. Parrot. Bird. It's a bird. And dog. Теперь несколько предложений, друзья мои, с этими словами. Take your dog for a walk every day. Выгуливай свою собачку каждый день. Take a dog for a walk – выводить собаку погулять. Брать ее на прогулку. Take a dog – как брать собаку. Take for a walk – взять на прогулку. Выгулять – то, что по-русски называется. You must feed your animals and give them water every day. Вы должны кормить своих животных и давать им водичку каждый день. Feed – это кормить. Feed animals – кормить животных. Give – давать. Give water – давать воду. Do you have any pets? У вас есть животные? You can also write in your comments. Do you have any pets? For example, I have a hamster. У меня есть хомячок. My kids love. Our hamster – very much. And you can tell me about your pets. Have you got any? Write in your comments. И теперь, друзья мои, нужно догадаться, какое же животное мы вставим сюда в пропуск. A tortoise goes to sleep in winter. Черепаха ложится спать зимой, уходит в спячку. A m has a very long neck. A m has a very long neck. У кого-то – very long neck. Очень длинная шея. Of course, you know the answer. A giraffe has a very long neck. У жирафа очень длинная шея. And m are birds. Что-то и что-то – это птицы. What is it? A parrot and a hen are birds. You are right. And m are large cats. Это и это – большие кошки. Large cats. These wild cats are called a tiger and a lion. Эти дикие кошечки – это тигр и лев. A tiger and a lion are large cats. You can write m and an m. Можно ездить на этом и на этом. Мы говорим сейчас о животных. Обратите внимание, что второе животное указано с неопределенным артиклем n. Это говорит о том, что название начинается с гласной. So, think about it. Подумайте, какой же правильный ответ. You can ride a horse and an elephant. Sure. Мы можем кататься на лошади и ездить на слоне. Swim and fly. Fish swim. And birds fly. Обратите внимание, что мы используем здесь swim и fly как для множного числа. Именно поэтому я указываю оба слова во множном числе. Fish swim, birds fly. Но со словом fish так этого и не поймешь. Дело в том, что в английском языке fish всегда используется в одной форме. Как для единства, так и для множного числа. Are farm birds. Что-то там это фермерские птицы. Фермерская птица. What is it? Что же это? Of course, it's hen. Hands are farm birds. Куры – это фермерские птицы. Are very good at hopping and jumping. Очень хорошо скачут и прыгают. Of course, you know it. These are monkeys. Обезьяны отлично это делают. Monkeys are very good at hopping and jumping. Don't forget to hmm the cat and to hmm eat some water. Не забудь что-то сделать с кошечкой и что-то там воды. Think what you can do with your cat. Подумайте, что же можно сделать с кошечкой. Don't forget to feed your cat and to give it some water. Не забудь покормить кошечку и дать ей водички. Feed the cat – кормить кошечку. Give it some water – дать ей воды. I'm my dog for a walk every day before school. Я – мою собаку на прогулку каждый день перед школой. Of course, I take my dog for a walk every day before school. Вот такие вот у нас интересные предложения, друзья мои. Надеюсь, вы справились с ними хорошо и догадались, какое же слово пропущено до того, как я вам его сказала. Давайте еще раз прочитаем эти предложения правильно. a tortoise goes to sleep in winter. A giraffe has a very long neck. Hens and parrots are birds. Tigers and lions are large cats. You can ride a horse and an elephant. Fish swim and birds fly. Hens are farm animals. Monkeys are very good at hopping and jumping. Don't forget to feed the cat and to give it some water. I take my dog for a walk every day before school. А теперь еще раз повторим все новые слова. Fowl – жеребенок. Cough – теленок. Lamb – ягненок. Piglet – поросенок. Kid – козленок. Chick – цыпленок. Теперь взрослые животные. Horse – лошадь. Cow – корова. Ship – овца. Pig – свинья. Goat – коза. Chicken – цыпленок. Курятина. Hen – курица. Что можно произвести благодаря фермерским животным? Hair – волос. Meat – мясо. Милк – молоко. Leather – кожа. Beef – говядина. Wool – шерсть. Lamb – мясо барана. Pork – свинина. Bacon – бекон. Ham – ветчина. Eggs – яйца. Goat skin – козлиная шкура. Несколько диких животных. Elephant – слон. Monkey – обезьяна. Tiger – тигр. Giraffe – жираф. Snake – змея. Lion – лев. И несколько домашних животных, которые относятся к домашним любимцам. К домашним питомцам. Fish – рыбка. Rabbit – кролик. Cat – кот. Tortoise – черепаха. Parrot – попугай. Bird – птица. Dog – собака. Ну что ж, друзья мои, как видите, урок сегодня получился очень простой. Осталось только все это запомнить. Ну так эти слова, конечно же, на слуху. Вы не можете их не знать. Я уверена, что многие слов вам уже знакомы. Но если вы узнали что-то новое на этом уроке, я буду рада это узнать. Обязательно сообщите мне об этом, друзья мои. Следите за обновлениями. Наш курс выходит постепенно. Мы с вами прошли уже 29 уроков. Еще осталось половина плюс один урок. И мы с вами завершим этот курс до конца. Я рада, что вы со мной. Заходите в плейлист, проверяйте его на наличие новых материалов. И до скорой встречи с вами в новых уроках. Занятие для вас провела Елена Викторовна, ведущая канала OK English. Всего вам самого лучшего. До встречи. Bye-bye.